здравствуйте друзья сегодня фантастический день сегодня первый раз за пять лет я сяду за руль нашей чудо маленькой ракеты за руль я еще не садился потому что за руль садился мастер который собирал эту машину которого зовут миша и вы видели его в прошлом видео машина наконец-то собрана она пока не готова полностью к сожалению потому что осталось буквально буквально самая малость то есть нужно докрасить всякие маленькие мелочевочки скоро придут правильные прошитые мозги скоро придет интеркуллер придет правильный радиатор радиатор кондиционера и куча куча всяких мелочей но машина уже на ходу и машина реально ездит и она реально валит вот такой у нас получился nissan естественно все будет вот эта мелочевочка докрашиваться сейчас дерну капот заглянем вовнутрь уже установлен каркас безопасности сейчас я его покажу работает сейчас все из-под машины слегка течет всякое к сожалению потому что оказалось что на эту машину заказать что-либо очень сложно целая куча запчастей которые шли только на нее в этом и плюс и одновременно минус маркировки 54 c которая присуща конкретно этому автомобилю сейчас у нас все стоковая интеркулер стоит пока сверху я докупил супер мега впускной фильтр пониженного сопротивления апекси и он реально оригинальный потому что китайщину брать конечно стрёмно она вообще не фильтрует воздух а этот согласно тестам воздух таки фильтруют у нас сейчас залито очень очень много антифриза по той причине что помпа очень сильно течет а заказать ее получилось только с эмиратов эти помпы сейчас есть только в эмиратах и в америке причем чтобы заказать ее с эмиратов она стоит каких-то более менее адекватных денег в америке она стоит очень дорого и плюс еще очень дорого ее сюда привезти то есть на нее своя помпа на нем стоит вот на этой как я уже сказал маркировки 54 c которая присущими на этой машине здесь стоит все свое своя помпа свой масляный насос свой впускной коллектор с четырьмя дросселями которые больше ни на какие машины не ставился а поскольку этих машин осталось очень мало то и соответственно возникла определенная проблема с запчастями а ну да сейчас же надо конечно немножечко покрутить газульку сейчас машина чуть прогреется и мы немножко покрутим газульку сейчас пока опустим капот машина прогревается когда прогревается помпа течет не так сильно что мне осталось от предыдущей инкарнации этого автомобиля это конечно выпускная система прямоточная кривовато сваренная безусловно но с приятным звуком вот называется она охрен его знает как она называется я не помню в общем она и не важно но звучит она приятно на улице очень влажно поэтому машина прилично дымит к сожалению вот моя гордость купили маленькую антенку универсальную за 350 рублей от таза так что в этой машине есть немножко от таза давай глянем салон сейчас салон практически полностью собраны практически исправен а значит у нас тут установлен каркас безопасности сиденьки штатные рекара кстати левое сидение сделано из правого сидения потому что правое сидение было мало мало поношено поэтому левое сиденье перешли перекинули подушки на левое сиденье плюс при переброске руля были нюансы с установкой соответственно сиденья на салазке от леворукова потому что здесь управление все совершенно другое здесь идет на нем целая куча разных настроек штатно-рекаровских родных то есть она вверх вниз у него подъем спереди подъем спинки регулируется на обычном сиденье которое стоит справа такого естественно нету установлен каркас безопасности болтовой не знаю сколько его видно сейчас вот мы с не снутри машины тоже попробуем это поснимать без него очень страшно ну и конечно моя гордость селектор переключения из реальной боевой гранаты f1 вот граната у нас антикварная откопано на местах боевой славы очень интересная штучка будет она естественно сейчас скраситься или может быть даже обтягиваться кожи я еще не решил вот в общем я сейчас в даже потому что за рулем этого ремень расстегнулся от восторга за рулем этого чудо автомобиля я еще не сидел мы даже установили на него сигнализацию которая нам будет открывать и закрывать автомобиль вот и так что нам потребовалось чтобы воплотить жизнь это чудо техники я уже рассказывал о двух донорах которые слились в экстазе дабы превратить это чудо техники в жизнь с которых были взяты уже и детали интерьера то есть часть салона красный наш донор принес нам вот этот волшебный каркас интегрированный сейчас машину у нас даже есть штатная запаска как это ни странно вот у нас остатки точнее коробочка от того самого фильтра пониженного сопротивления к сожалению штатной коробки не сохранилась ни на одной из машин поэтому пришлось делать как делалось вот ну и конечно еще дополнительная благодарность одному из павших смертью храбрых ниссанов который очень нам помог вот это прекрасная машина скоро будет пущена в металлолом несмотря на то что она практически на ходу с документами нам для того чтобы привести в живое состояние данного экземпляра пришлось сделать буквально следующее этот слегка раздестроили салончик ну как слегка прилично раздестроили вот забрали из него торпеды забрали воздуховоды печки забрали очень очень много всего частности даже вот и селектор смог открутить а как итак мы купили практически целые автомобили заключением нескольких нюансов он был на ходу практически практически на ходу вот мне удалось его выцеганить за целых восемнадцать тысяч рублей я немало шокировал предыдущего хозяина данного автомобиля приперевшись к нему в 11 вечера на дадже вот человек был вообще не понимал что что вообще происходит зачем мне эта машина он очень удивлялся вот я ему сказал что я буду его возить в багажнике вот но в общем пошутили и разбежались после этого к нему приехал эвакуатор через полтора часа он был вообще в шоке когда им просто на карту упали деньги вот и забрали машину вот так что человек был немножко удивлен данной ситуации вот машина в общем в состоянии фарша находится по кузову но чисто технически у нее практически все было целое а под капотом у нее сейчас находится примерно треть от того что там должно быть вот сейчас мы наблюдаем здесь мотор тоже двухлитровый под названием sr-20 но к сожалению д.е. а не д.е.т. как у нас на нашем чудо-нисанчике ну и собственно ну в принципе все под пресс пойдет скорее всего вот потому что ничего интересного здесь в общем-то нету и так ну что переходим как бы непосредственно по катушкам я думаю да погнали так чё ведришко то прогрелась снимаемся с ручничка так чё на дворники то где дворники офигеть они работают да огонь сейчас чуть поближе порт так блин а на этой машине уже пять лет с ним ништяк 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 чувак с тачкой такой чувак чувак ты чувак с тачкой такой чувак чувак ты реальный чувак ведешь жизнь в уличную днем обычную ночью незаконно скоростью охваченную ленты дорог похитить дальней губы хрена автолюбитель тачка заточенная прокачанная облизанной техникой напичканная рукава списана куплена за большие наличные смотри не по корябой это лично предмет восхищения мечта и загадка как бата воздушная сладкая сладкая с тачкой такой не считают сдачу аймен все в том числе с тачкой такой чувак чувак все ништяк с точкой такой чувак такавстаячему мужчине нужно что? янки pins лет крутая машина Такой не каждый себе позволит эта тачка дорога бороэк с тачкой такой чувак чувак что ништяк ништяк чувак с точкой точно чувак чувак уику реальный чувак называется ласт sexche ай не меня но пока не развалилась ребята это удивительно я очень боюсь на самом деле она еще пока на самом деле не готова до конца вот и поэтому немножко пока страшновато на не наваливать тормоза работают по большей части да не должны не тормоза работы тормоза точно работают вот значит чё чё еще здесь не работает сейчас у неё течет помпа достаточно прилично течет помпа вот так что далеко сижу как страшно вообще пипец вообще такой прям так непривычно здесь все уже так отвык от пузатерок аккуратно вообще здесь прям пипец короче нас нифига нет сейчас ход развала что у нас еще нет у нас очень дерьмовая резина который очень много лет лет 10 наверное ты резине вот она мы сняли с одного из доноров вот диски правда остали оставили здесь кстати классные диски стоят здесь стоят авиатехнология диски беленькие вот эти вот которые вы видели они вообще ничего не весит я на одном пальце могу собранное колесо поднять мне не потому что это какой-то фига здоровые а потому что они реально ничего не весят вообще ничего то есть это прям пипец вот машина просто блин сука телепорт пипец вообще это я давлю вообще пол педальки она даже еще толком дуть не начинает это прямо очень страшно да конечно съемка будет трясущийся невозможно снимать нормально кошмар вообще блин как страшно да я не очень сильно наваливаю по той причине что здесь стоят мозги от атмосферки я уже в прошлом выпуске об этом говорил мы попытались разобраться от чего тут мозги оказалось 6 мозги стоят от атмосферной машины вот и они вообще как бы ни о чем прям вот вообще совсем ни о чем по большому счету как бы эти мозги которые здесь стоят они видимо видимо я не не берусь утверждать но скорее всего они просто выкручена на максимум топливная карта поэтому на холостом машина работает неустойчиво вот и колоссальный у нее расход топлива но на больших оборотах турбины на большом давлении тут получается видимо то есть ну избыток топлива и она начинает наваливать то есть я так думаю потому что как она вообще управляет турбиной мне непонятно на этих мозгах мозги внутри штатные ничего там не приделано не прикручена то есть вообще какой-то абсурд то есть там что там внутри происходит мы не перегреем нет мы точно не перегреем у нас через запас антифриза и помпа течет только на холодную ну нафиг шуть какая-то у тебя точно нормальные тормоза? да тормоза здесь нормальные вот что-то со сцеплением я не знаю потому что мы туда даже не лазили блин у меня так сердце колотится вообще прям страшно не ехать учитывая что она реально не дать нифига это прям вообще бред вот перегреть не должны тот радиатор стоит правда очень тонкий одно рядные от но у нас зато есть печка так что если что мы будем крутить печку кстати теперь здесь есть кондиционер вот здесь вот есть кнопочкаunto перегорела лампочка судя по всему но неважно здесь есть кондиционер здесь вообще сейчас уже есть вот у нас здесь приборы здесь идет температура масла давления масла и турбинка у нас показывает давление турбины Вот, давление турбины у нас идет здесь на штатном приборе до 0,7 избытка Вот, сейчас у нас идет разрежение в коллекторе Вот, когда мы нажимаем тапочку, мы видим, как у нас растет давление Вот, машина полноприводная, у нее стоят две блокировки И раздатка торсон То есть, раздатка торсон занимается буквально тем, что она перераспределяет момент на ту ось Которая в данный момент имеет большее сцепление с дорогой В этот же самый момент включаются в работу блокировки Здесь стоят блокировки, то есть, повышенного трения LSD One Way, так называемая Она, по сути, это не блокировка, это дифференциал повышенного трения Которая нам создает возможность распределения крутящего момента по всем четырем колесам То есть, у нас все четыре колеса работают одинаково Вот, то есть, получается, что мы наваливаем И она всеми четырьмя колесами реально грызет асфальт Сейчас попробуем это продемонстрировать Я еще не привык к сцеплению, оно высоко достаточно берет Судя по всему, оно подходит к концу И, видимо, через некоторое время придется его менять Но это как бы уже вопрос реально десятый Вот Safety 21 Real Sport and Competition Никогда не ездил на таких машинах Вообще реально пипец просто Я вообще не шарю в этом тюнинге Вообще по нулям Вот, но подвеска здесь стоит Какая-то прямо вот Прям злая Вот, там какая-то регулировка У нее развал, вся фигня Сейчас попробуем на сходе развале Как-то с этим разобраться Потому что пока мне вообще не ясно, что здесь происходит Я, кстати, документы, по-моему, не взял А еще здесь нету козырьков солнцезащитных Потому что вместо козырьков здесь стоит каркас Ну-ка, давай-ка Как ты думаешь, УАЗик Академика будет отдыхать рядом? Я думаю, что УАЗик Академика даже рядом не почешется с этой машиной После того, как мы ее нормально настроим Как только начинает тянуть турбина Становится немножко страшно Народ охреневает на дороге Что за тачка, вообще не понимают Ребят, я извиняюсь, видюха реально на эмоциях Потому что я этого момента ждал пять лет Пять долбаных лет я ждал, когда соберется эта тачка Вот вы верите, нет? Потому что, ну, была, причем ситуация дурацкая Я ее купил Мне ее попытались сварить Сварить ее не получилось То есть она на тот момент еще была леворукая, переднеприводная Праворукая? Нет, она была леворукая и переднеприводная Вот И в этот момент мне сказали, что Дружище, тут варить просто не к чему, ты извини сильно Вот, ищи-ка ты донора Вот Я нашел донора Праворукова С супер турбомотором Который ко мне приехал сюда Вот из Ростова-на-Дону За 110 тысяч рублей Если мне сейчас не изменяет память Вот После того, как он приехал Началась вся эта история Вот Я машину эту отвез На кузовные работы И оплатил их Я был идиотом Я оплатил кузовные работы И получилась очень интересная история Кузовные работы оплачены А нафиг оказалось никому неинтересно делать И машина очень-очень долго стояла И ничего с ней не происходило То есть она просто стояла голым кузовом Вот Потом наконец-то взялись Мои дорогие друзья Сделать из нее левый руль Вот То есть совместить Донорский кузов И исходную машину Попутно интегрировав в нее Все Относящееся К праворукому Турбопульсару И Когда они взялись То есть они реально То есть руль оказался уже там где надо И на этом моменте Опять все зависло Потому что я опять имел неосторожность Все оплатить И стало опять всем неинтересно И она стояла не крашеная Она стояла с мотором И стояла она еще несколько лет в таком виде После этого Уже Я наконец-то договорился с человеком Который мне должен был покрасить Которому все было оплачено И он наконец-то ее взялся красить Еще полгода он ее красил И Волею судеб В этот момент у нас сгорел сервис Ну наш сервис сгорел И в нем сгорели все запчасти Сгорел салон Сгорели все тюнячки от этого автомобиля Сгорело вообще все И тут У меня получился открашенный кузов Без ничего Вообще пустой У меня больше ничего не было Вот И мне пришло Я в этот момент начал уже искать человека Который мне начнет это все собирать И Миша Вот ему прямо космическая благодарность Помимо финансовой Еще чисто вот Словесная И моральная Вообще я Нахожусь в диком восторге Что он взялся допилить этот проект Который не он начал Вот И она Реально собрана Она собрана У нее есть руль У нее есть торпеда Она вся полностью находится В стоковом состоянии У нее все детали на месте Вот И она едет Он Это Собрал всю проводку Все собрал Я знаю здесь свалка была раньше Да С той стороны Вот Есть Так Нас чуть-чуть попахивает сцеплением Вероятно потому что она умерла Может быть еще не до конца Но может быть уже почти Мотор вроде пока работает нормально Что удивительно Главное его не ухандокать прямо сейчас Потому что это будет прямо печально У нас конечно есть запасной блок Вот Так что-то я нихрена там сзади не вижу Еду я там куда-то не туда Надо наверное Развернуться Да Когда срабатывает турбина Ей уже ничего не мешает Никакие колодки Наваливает лавина момента И просто что-то такое происходит Нереальное Ой Страшно-то как Ребятушки Если оно сейчас развалится Это будет эпично Я вам не рассказал еще Сколько все это стоило Короче Автомобиль номер раз Стоил 60 тысяч рублей Он Доехал Буквально два дома Я его купил на удивление Вот ну чуть ли не у соседа То есть из соседнего двора Он приехал Да С тормозами какая-то жопа Она трогается И сразу же останавливается Да Там что-то не так Походу задние зажаты Странно Ручник отпущен Да Судя по всему Дело не в сцеплении А именно в них А Сейчас поднимем Подъемник Посмотрим Что там произошло Потому что там Явно что-то не так Так вот 60 тысяч стоил Первый автомобиль Потом Донорский кузов Стоил еще 110 тысяч 125 тысяч Стоила покраска Плюс 50 тысяч Стоил кузовной ремонт Там делалось Заднее крыло Менялось Оно было битое Плюс 100 Тысяч стоил Переброска руля То есть Переделывание Всего этого На Левый руль Богатство Далее Сборка Всей этой солянки Стоила еще 100 тысяч рублей Чтобы оно поехало И было вот сейчас Вот в том состоянии В котором оно сейчас Находится Это еще 100 тысяч Соответственно Плюс еще Куча Куча Запчастей Огромная Просто Куча Запчастей Стоило Еще Какое-то Дикое Количество Денег Вот сейчас Радиатор Основной Не обошелся В 9 тысяч Рублей Плюс Доставка Блок управления Двигателем Еще 5 тысяч Рублей Плюс доставка Еще мне Придется Сейчас Докупили Компрессор Компрессор Кондиционера Докупили Радиатор Кондиционера Для того Чтобы полностью Восстановить Его всток И на ней Можно реально Было ездить Каждый день То есть Там общая сумма По этому автомобилю Зашкаливает Просто уже Там какая-то цифра Получается Неадекватная На самом деле Там прямо Вот Очень дорого Подогрев Одного зеркала Кстати Работает Вот оно Все испарило Правое Нужно Конечно Где-то Докупать Стекляшечку С подогревом Очень приятная опция Здесь кстати Еще и зеркала Сами складываются Представляете Вот такая вот Штука интересная Вот Короче По моим скромным Подсчетам Бюджет этого автомобиля Уже завалился За 650 тысяч Вот И это Одно из самых Глупых Моих вложений Потому что Такую машину Готовую Сейчас продают На автору За 390 Причем еще С кучей резины Дисков И прочей ерунды Такая вот Интересная штука Нет на левом Да Прям раллийную Готовую тачку Делают Очень сильно Воняет Сцеплением Не знаю Либо сцеплением Либо тормозами Вот То есть Чем-то воняет Сейчас нужно будет Определить Откуда идет запах И какой из Суппортов повис В принципе Я все ремкомплекты Заказал Но до этого момента Нужно как-то В полной мере Навалить Конечно не получится Вот сейчас мы ее крутим Там по 5-6 тысяч Конечно блин страшно Страшно Реально Я даже газ Полностью не нажимаю А И все равно Что-то прям Пипец она конечно Едет Чудовищная тема Сейчас после того Как сделаем Сход-развал Возможно она перестанет Тормозиться Может быть дело в том Что колеса стоят Неправильно Еду Что такое Страшно что ли Да Почему Кому же страшно Бодро Какие-то страшные звуки Издает Такие типо Пах-пах-пах-пах Чыш Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уже в гараже Пускай он там стоит И никого не трогает Мало ли что Мало ли что Вот Как я уже сказал Установленный каркас безопасности Не позволил нам установить Защиту от солнца Поэтому было принято решение Поставить такое клевое Китайское стекло Солнцезащитной полосой Ну и плюс, конечно, придется Все время с собой иметь очки И самое интересное Начнется чуть позже После того, как мы доделаем все технические нюансы, и она наконец-то сможет самостоятельно передвигаться по городу, примерно через 2-3 дня у меня уже придут мозги. Мозги придут от одного замечательного человека из Воронежа, который отправил эти мозги в Рязань, где большой-большой гуру с Нисмо-клуба смог мне залить прошивку штатную в турбомозги и прошивку Майнс. И под эту прошивку Майнс мы будем эту машину отстраивать, то есть мы поставим сюда дополнительно электронный буст-контроллер, у меня их целых два, сейчас покажу, одну секундочку. Итак, вот это вот у нас буст-контроллер, который стоял на еще черном, у нас тут такой небольшой будильник, вот они в комплекте работают. Будильник, конечно, ну написано Blitz, но я не знаю, может быть он и китайский, а может быть и правда Blitz, хрен его знает. Blitz скорость без границ. Короче, он размечен до полутора бар, по факту мы максимум будем надувать в эту машину один, может быть один и два, потому что на стоковом железе больше она не поедет. Ну и плюс это стрёмно, потому что она быстро развалится. Здесь родной буст-контроллер Apexi, который был установлен на праворукую торпеду, но нам вот эта вся хрень не подойдет, поэтому мы возьмем только экранчик и переставим его куда-нибудь. Ну и вот, собственно, сам клапан. То есть сейчас придут мозги, и мы будем это все туда устанавливать. Будем устанавливать углы зажигания, будем устанавливать, соответственно, давление надува от BoostUp. Топливные карты у нас прописаны под штатные форсунки, пока что, потому что те, которые не штатные, стояли на черной машине, они как бы не работают. Слишком долго стояли, заклинили, не знаю, что с ними не так. В принципе, наверное, все, что я хотел на сегодня рассказать. То есть осталось нам, в общем-то, не так много доделать. Не так много. То есть оно уже ездит, ребята, оно уже ездит. Это удивительно и невероятно, потому что я этого просто не ожидал. То, что за без малого два месяца, да, Илюх? Миша нам собрал эту тачку, реально, я в шоке просто. То есть он там гений, гений. Это фантастически круто. И она полностью аутентична, леворукая на данный момент. То есть в ней все стоковое, все штатное. И я в восторге. Господа, спасибо вам, что смотрели. Спасибо большое. Всем удачи. Я очень рад, что вам нравится это смотреть. Что вы нас поддерживаете своими комментариями и лайками. Будем снимать еще одну, как минимум. А может быть даже и несколько серий про эту машину. И где-то, наверное, в следующей или через одну серию мы поедем на ней на стенд. И посмотрим, сколько еще маленьких японских пони осталось в этом ведре. Вот. Удачи!